Здравствуйте, дорогие зрители! На канале Уникал Ньюс представляем вас сегодняшние новости. Поехали! Секретар Совбеза Армении Армень Григориан представил советнику премьер-министра Нидерландов по вопросам внешней политики и обороны Джоффри Фан-Леуэну данные о гуманитарном кризисе, который возник в Нагорном Карабахе вследствие закрытия Лачинского коридора. Как сообщает пресс-служба Совбеза Республики Армении, телефонный разговор состоялся 30 января. В ходе беседы стороны подчеркнули, что международное сообщество должно предпринять шаги, направленные на разблокировку коридора. Помимо этого, собеседники рассмотрели вопросы двухсторонней повестки армяно-нидерландских отношений. Соединенные Штаты Америки вновь призвали ввести санкции против Азербайджана. Американский конгрессмен Тони Карденс призвал прекратить оказание какой-либо военной помощи Азербайджану за счет американских налогоплательщиков из-за блокады Лачинского коридора и ввести санкции против Баку. Выступая в палате представителей Карденас, обсудил блокаду Арцаха, отметив, что армяне Нагорного Карабаха находятся без еды и медикаментов. Он призвал администрацию президента США обеспечить безопасность народа Арцаха и направить туда гуманитарную помощь. Папа Римский помолился за народ Арцаха и призвал разблокировать Лачинский коридор. В своем воскресном молитве на площаде Святого Петра Папа Римский Франциск упомянул о сложной гуманитарной ситуации в Арцахе, вызванной блокадой Лачинского коридора, сообщает портал Ватикан Ньюфс. «Я с теми, кому приходится сталкиваться с этими нечеловеческими условиями посреди зимы на международном уровне, необходимо приложить все усилия для поиска мирных решений на благо людей», — заявил Папа Франциск. В Иране не нашли признаков теракта в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаб. «Мы глубоко сожалеем об этом инцидента. Сейчас проводится комплексное расследование. Уважаемые официальные лица Азербайджана хорошо осведомлены о деталях этого расследования, и тесное двухстороннее сотрудничество в этом направлении продолжается. «Мы не нашли никаких доказательств того, что это теракт», — сказал председатель Межлиса. Он подчеркнул, что эмоциональные решения, касающие отношения между двумя странами, являются желанием общих врагов и недоброжительной исламского мира, особенно сионского режима. «Необходимо быть осторожным и точным в отношении любой решения, который может иметь долгосрочные последствия», — отметил Галибаб. Объявлена воздушная тревога в Одессской и Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и под контролем Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. «Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнеров сигналы о желании России прямых переговоров. По его словам, в этом случае Киев предложит их публичный формат. Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят, нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал, мы предложим публичную форму», — сказал Владимир Зеленский. Джо Байден отреагировал на заявление Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он отреагировал, что это не доказательство. Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома. Ранее в Пентагоне заявили, что Штаты не исключают возможность отправки истребителей на помощь Киеву. Число жертв нападения террориста-смертников в пакистанском городе Пешавар выросло до 72 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Решение об отсрочке для сотрудников предпринятий ОПЕК пока не формализовано. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Заявления Порошенко, Меркель и Оланда о Минске-2 подтверждают, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале специальной операции. Военная помощь России и Донбассу не обсуждалась до момента начала специальной военной операции. Путин на встрече с кем-прокурором России Красновым 31 января обсудит вопрос спецоперации. Путин 2 февраля посетит Волгоград в честь 80-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве. Информация о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки Путина в этот город 2 февраля не соответствует действительности, сказал Песков. Жительницу Рязанской области задержали за антивоенную надпись в женском туалете торгового центра. Она оставила ее на внутренней двери кабинки. Надпись появилась в туалете торгового центра Кротберс в городе Касимов 28 января. Уже через два дня полицейские смогли выйти на подозреваемую. Каким образом, остается только догадываться. На женщину составили административный протокол по статье о дискредитации Российской Федерации. Ворокующий грозит штраф до 50 тысяч рублей. Кстати, дама владеет студией английского языка в другом торговом центре города. В Калининграде запустили производство автомобиля китайского бренда КИИ. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской седан Е5. В компании отметили, что автор-производитель получил эксклюзивное право на производство и дистрибьюцию продукции на территории России и ряда стран СНГ. Старт продаж новинки запланирован на первый квартал 2023 года. Adobe открыла пользователям из России доступ к скачиванию части своего софта с официального сайта. С него пользователи могут без VPN скачать Acrobat Pro, редактор фотографий и изображений Adobe Photoshop Express, Adobe Creative Cloud и другие бесплатные программы. Однако на сайте не указана стоимость подписки на программы для жителей России. Власти Волгограда поменяли дорожные указатели Волгоград на Сталинград на въездах в город перед юбилеем победы в Сталинградской битве. Решение о переименовании приняли в городской думе в 2013 году. Парламентарии установили дни, в которые наименование город-герой Сталинград используется наряду с наименованием город-герой Волгоград, сообщили в мэрии. Владимир Путин назначил замглавы МЧС Антона Герасимова.